всем привет бюджет на 25 год в ирландии принят 1 октября его приняли сегодня 2 октября записываю это видео сейчас расскажу вам про главные тезисы да про то что повлияет на жизнь обычных людей какие были решения сделанные в этом бюджете что повысили что понизили кто на что претендует и когда это будет выплачиваться главное мне кажется не то что достижение да но главное изменение это конечно оплата труда в час с 1 января 25 года она будет 13 евро 50 центов то есть 13 евро 50 центов вы будете зарабатывать если вы сейчас работаете на минимальной плате труда то с 1 января 25 года у вас будет повышение это конечно позитивная новость для всех тех кто работает у них будет больше денежек они могут себя больше позволить да но с тем же я понимаю что тут же палка двух концов если повышается минимальная оплата труда то что 25 года потихоньку поэтапно будут подниматься и цены на все остальное на еду и на все остальные до продукты вещи потому что просто так никто не поднимает оплату труда то есть инфляция стимулирует это делать чтобы граждане жили ну как люди то есть чтобы им хватало на жизни и они чувствовали себя комфортно вот за этого все это поднимается инфляцию никто не отменял в ирландии она тоже есть и каждый года сейчас правительство пытается поддерживать людей тем самым поднимает оплату в час с 1 января она будет 13 евро 50 центов хорошие новости но обратно же я сказал и и плохую сторону этого повышения также будут у нас двойные выплаты будут будут двойные выплаты и по детским пособиям то есть все сейчас я расскажу покажу а вы пока ставьте лайк подписывайтесь на канал да не стесняйтесь все самые последние новости про ирландию про жизнь в ирландии вы сможете узнать только на моем канале так бюджет бюджетом но подписка на канал по расписанию ребята подписались поставили колокольчик поставили лайк если понравился ролик оставили комментарий также если вам нравится то что я делаю становитесь спонсора моего канала для спонсоров я снимаю эксклюзивные ролики которые видны только спонсором спонсорство начинается от 99 центов всего лишь то есть вы можете на месяц подписаться посмотреть ролики если вам понравится продлить спонсорство если нет то просто не продолжать его и и проблема в том что многие кто смотрит меня да вы не подписывайтесь на канал то есть вы просто зрители канала но вы не подписаны для вас это всего лишь две секунды подписаться колокольчик и вы со мной летите светлое будущее нас уже если что 12000 подписчиков ребят 12000 за тот месяц у нас был прирост 3000 подписчиков за месяц то есть понимаете канал развивается наша комьюнити все больше и больше я считаю что каждый мой подписчик для меня это уже такой друг который меня смотрит меня в чем-то уважает может меня в чем-то критикуют но это нормально нормально когда идет дискуссия также я могу похвастаться тем что у нас уже скоро будет 6 миллионов просмотров сейчас 5 миллионов 600 тысяч вы понимаете что мы растем и мне приятно что люди подписываются люди лайкают люди комментируют также не забывайте делиться роликами со своими друзьями близкими да просто в социальной сети скидывайте если вы считаете что моя информация полезно чтобы люди знали ту или иную информацию смоли не да как-то руководство потому что кто владеет информацией тот владеет миром это не я придумал это так и есть кто информационно до вооружен тот всегда подкован и знает как действовать в той или иной ситуации спасибо всем за любое из этих действий мы продолжаем обсуждать бюджет ирландии на 25 год главный аспект помощи конечно и всем это интересно да это конечно помощь семье то есть это бенефиты выплаты что с ними потому что как ни крути большинство тех кто меня смотрит это люди которые в той или иной мере да они до конца себя не могут обеспечить им важно важно социальная помощь от государства сейчас мы рассмотрим то что ждет людей в двадцать пятом году тех кто до тем той или иной мерой зависит от государства то есть получать какие-либо бенефиты либо сидит на каких-то программах по той или иной причине не важно поверьте ирландцы тоже всем этим пользуются никаких проблем с этим нету потому все эти программы и были созданы для ирландцев просто теперь много и за мигрантов много беженцев и они тоже пользуются этими благами первое что нужно знать ребята это child benefit child benefit его не не увеличили говорили что хотят увеличить до 150 евро в месяц но оставили как есть то есть будет 140 евро как и была одна выплата в месяц ну что ждет теперь теперь будет две выплаты двойного детского пособия в ноябре и декабре по 280 на каждого ребенка разжую расскажу то есть в ноябре 24 года все у кого есть дети получит в ноябре двойную выплату на каждого ребенка двое детей значит в ноябре вас два платежа по 280 один ребенок то есть значит 280 если бы не было этой помощи то было всего лишь бы 140 вы понимаете да и то же самое в декабре то есть тоже чем перед праздниками будет у вас одна двойная выплата то есть вы получите не 140 тоже а 280 а там уже у кого как или количество какое детей у всех она разная у меня один ребенок и значит получается у меня жена получает этот child benefit получается жена у меня два раза получит по 280 евро один раз ноябре и другой раз в декабре позитивная новость я думаю да кому нравится эта новость пожалуйста ставьте лайк и говорите спасибо ирландия за то что думаете о детях да я считаю что эти деньги как раз и пойдут на подарок до подарок детям на какие-то покупки перед прав перед рождеством и на новым годом отличная мне кажется выплата следующая то есть помощь следующий момент ребята это единовременная выплата в размере 400 евро для получателей пособия работающая семья working family payment то есть это те люди которые работают неполный рабочий день да это семья есть дети и вы подаетесь на эту выплату ну кто знает кто получает эту про нее уже знает и вы вам единоразово выплатят 400 евро то есть неплохой бонус как мне кажется отлично то есть никаких претензий к этой выплате нет один только позитив потому что не работа то есть работающая семья это подразумевается что семье один человек работает да и семье не хватает для прожиточного минимума денег и им начисляется выплата чтобы их уравнять с теми да кто работает полный рабочий день то есть до минималки до минималки и вот этой семье решили помочь в размере 400 евро отличная выплата ставьте лайк если выпал претендуете на вот эту вот выплату следующий это baby boost выплата размере 420 евро для молодых родителей будет увеличена то есть выплата будет теперь 420 евро то есть если вы родили ребеночка то вам предоставит 420 евро увеличится декретные выплаты на отцовство установление и родительские пособия на 15 евро то есть увеличится пособие для родителей бесплатный проезд в общественном транспорте будет доступен всем детям до 9 лет то есть отличные новости теперь из вашему ребенку 9 лет и меньше то он бесплатно может перемещаться на общественном транспорте в ирландии это отличная новость я считаю так и должно быть вполне все круто следующая программа горячего питания будет во всех начальных школах ирландии но мой сын ходил и так он питался бесплатно ничего мы не платили и значит уже в этой школе был реализован да вот этот план получается значит еще еще не все школы до под эту программу подошли под то есть их их еще не все стандарты везде до реализована 1 сейчас сын уже пошел старшую школу и там тоже ему предоставляют бесплатное питание там конечно не такое она конечно большое как было в той школе но там выдаются и бывает и рис там то есть чикен карри там различные даже бутерброды сэндвичи то есть это предоставляется ему я как-то запишу видео про то как мы да как мой сын ходит в школу какие там у них условия да у него ну прикольная школа такая добротная вчера кстати было родительское собрание мы ходили там все рассказывали показывали ну для первокурсников да то есть все серьезно ну круто следующий момент это бесплатные учебники всем ученикам до выпускного класса средней школы то есть получается мой сын пошел да и получается у него то у него вот он поступил и мы платили всего лишь 50 евро это как резерв был я понимаю потом он или вернется то есть мы платили 50 евро я знаю в летом но я не по ним не понял на что мы платили либо какой-то резерв был учебников что-то в этом роде но я не знаю что с ними дальше будет нужно уточнить у жены но так по факту все выдали даже если это 50 евро стоили все эти учебники и тетрадки то это принципе это понты это копейки там выдали просто столько книг столько различных то есть вы две сумки и несли со школы полных там учебники тетрадки канцелярия полностью все выдали если это стоило реально 50 евро и даже не вернуть то класс я готов каждый год платить 50 евро главное чтобы голова не было забита всеми этими от канцелярскими делами книжками тетрадками и так далее отличная вещь отмена экзаменационного сбора для всех учеников ну про это я не знаю не знаю что вам сказать отменили ну принципе молодцы самое сочное самый сок ребята для тех кто малообеспеченных то сидит именно на пособиях до сих пор на полных конечно это да больше не смотрят украинских беженцев те люди которые получат полные выплаты конечно у них будет час груди сердечко начнет быстрее биться ребята из недельной социальной выплаты на 12 евро включая государственную пенсию то есть если вы получали сейчас полную ставку либо как урезанную ставку то вам должны повысить ваши выплаты которые вы сейчас получаете там 232 до вы получаете то вам плюс 12 евро будет в неделю позитивные новости ну конечно повышается обратно же выплаты почему потому что я говорил то же самое про зарплату инфляция она на месте не стоит инфляция нужно как-то душить нужно как-то людям давать путевку в жизнь на чтобы они себя чувствовали все таки людьми и жили по-людски из-за этого нужно конечно повышать им какие-то выплаты зарплату и все вот этого делать для того чтобы люди себя здесь чувствовали комфортно так что ребята все кто получает job seeker лаунс и все остальные вот эти вот пособия до по без безработицы по малообеспеченности плюс 12 евро кваштой выплате будет добавлено с 1 января 25 года следующее что не может радовать это обратно же у всех кто получает полные выплаты сердечко забьется максимально сейчас просто пульс сейчас просто подымется до 120 и возможно и семическая сейчас будет какая-то там болезнь сердца и придется вызывать просто ну emergency что приготовьтесь ребята беремся за руки давайте в октябре будет двойная выплата пособия получателям долгосрочных пособий в дополнение к рождественскому бонусу вы меня вообще слышали ну скажу сразу на вот эти вот двойные все выплаты которые сейчас я вам разжую претендуют только те кто получает выплаты год то есть вы должны получать выплаты 12 месяцев если вы получаете меньше времени выплаты там хотя бы 10 месяцев то все вы не претендуете на эти двойные выплаты так что можете там прочитать высчитать прям сейчас и понять будете ли вы подходить по эти эти требования под эту категорию и если да то можете конечно доставать хлопушку и взрывать то есть я вас я вас поздравляю вы выиграли в октябре двойную выплату то есть ли вы получали 232 до полную ставку то умножьте это на 2 то есть вы получите двойную выплату в октябре и как всегда christmas бонус это еще одна двойная выплата в декабре обычно на месте не ошибаюсь там что-то в середине декабря она выплачиваются где-то так и вот в октябре октябрь уже начался то есть получается тоже сейчас обновятся там данные да и буквально думаю уже может на этой неделе будет известно когда в октябре начнутся будут эти платежи сделаны еще раз повторяю двойная выплата это имеется ввиду что в одну в одну из недель вы придете и получите не 200 до не двести тридцать два евро как вы получаете да вот двести тридцать два x на 2 равно 464 то есть в одну недельку в октябре вы получите 464 евро то же самое в декабре christmas бонус вас будет в одну недельку вы придете и у вас в чеке вам на на руки отлистают 464 евро хорошо конечно хорошо прекрасно чудесно будет повод обратно же хорошо отметить новый год и christmas подарить друзьям родственникам дам подарки купить ну и себе любимому купить если есть такая возможность пожалуйста обратно же это касается только тех кто сидит на полном пособие да и он его получает 12 месяцев то есть год это вас касается всех кто только перри пришел до только получать начал пособие он на он не проходит эту квалификацию он получить просто как всегда обычные выплату в размере двести тридцать два либо какая у вас там до по по нуждаемости по проверке нуждаемости вашей семьи какая у вас там выплата у вас может быть и 200 может быть и 150 все зависит от того работает в вашей семье кто-то либо нет то есть вот такая вот такие вот у нас плюшки можно сказать так то есть следующее это лица старше 70 лет могут бесплатно провозить другого человека но это обратно же бесплатный проезд это типа сопровождающий человек да если с ним едет то ему можно тоже поездить в общественном транспорте бесплатно поддержка домохозяйств ребята льготный девяти процент на ндс на электроэнергию и газ продлен до 30 апреля 25 года отлично следующий момент энергетический кредит на сумму 250 евро разделен на два платежа один в этом году другой в следующем этот конечно момент меня немножко расстроил потому что в том году если не ошибаюсь было 450 евро то есть было четыре платежа не знаю почему они уменьшили до помощь на электроэнергию хотя электроэнергия не понизилась она в этом году точно раз повышалась а если не ошибаюсь то даже два напишите в комментариях сколько повышения было электроэнергии раз и либо два электроэнергия у нас едает очень большую часть бюджета и платеж один из самых больших то есть это аренд и потом прямом смысле это электричество почему потому что отапливаются все апартменты у нас накопительными камины до радиаторы которые у нас включаются по ночному тарифу мы включаем ночью они накапливают накапливают и потом утром отключаем их и они весь день почти когда когда до 7 вечера когда до 8 вечера он еще тепленький то есть она дает прямом смысле тепло хоть и тем же самым ночью когда он накапливается он тоже уже греет то есть он накопил накопился он уже греет и чем больше он включен тем больше он накапливать тем больше потом отдает и в прямом смысле мы зависим от электроэнергии то есть у нас все электроэнергии у нас нету ни ойла ничего подобного у нас нету обратно же выплаты на топливо остались они есть люди могут поддаваться да но они что-то решили сократить помощь и на электроэнергию хотя еще раз утверждать я хочу сказать что электроэнергия не подешевела непонятно с чего сделали не такую такую да такое понижение не непонятно вот это вот честно меня немножко расстроило потому что моя семья лично мы зависим полностью оле от электроэнергии и вот этот момент немножко меня ну немножко тогда не неприятненько потому что два года получали такие солидные деньги нам реально их хватало чтобы свободно топить не считать и как бы никаких проблем у нас есть на телефоне app то есть приложение у нас компания при pay power все видно сколько прям в онлайне съедается денег да в день и в час там полная статистика короче как то так пишите в комментариях огорчило ли вас это понижение по поводу энергетического кредита либо у вас все в порядке и вы тратите на электроэнергию очень мало и вас устраивают цены на электроэнергию в ирландии только что то что я сказал это главные тезисы которые касаются большей части ну населения смысле но тех людей которые до меня смотрят и вот эта вот информация им больше всего будет интересно ясно дело что надбавку на топлива 300 и рада будет сделала также будет надбавка инвалидам единовременная тоже 400 евро как и работающей семье то есть много различных еще выплата но главные тезисы я сказал это для тех кого касается это максимально то есть социальные выплаты сказал что на 12 евро в неделю повысит так же самое то расписаны по другим выплатам кому как начисляется различные схемы то есть ссылочку да на на вот эту вот вот этот вот ну ресурс где описано полностью все по бюджету двадцать пятого года вы можете перейти и ознакомиться и посмотреть что вам интересно возможно налоги да очень много тут про налоги налоги рассказывается но налоги меня не слишком как говорится волнует потому что и мы на минималке да а меня для минимальщиков там ничего не изменилось там просто повышается порог обратно же того сколько вы будете данного получать то есть увеличится порог минимальных вот этих вот требований чтобы платить минимальную ставку по налогам то есть меня это никак не касается и большинстве большинстве людей да это не коснется и тут очень много чего расписано но если это все рассмаковывать разжевывать то это видео может затянуться на часа два понимаете ссылочку откройте посмотрите также вот статья езде более подробно все по налогам раскаются про расходам вот это все кому нужно тут по жилью много различные программы по помощи того кто берет жилье в первую раз в ипотеку там и так далее специальные программы то есть все это есть и вот видите даже начале статьи каждая главные тезисы то есть кого что касается кому что выплачивается вам нужно знать вот кредит да на электроэнергию два платежа по 125 евро видите вот первый будет платеж в этом году и а следующий уже в следующем году вот этот момент я уже сказал да он меня также калькулятор бюджета я оставлю ссылочку можете вбить и проверить что вам этот какие налоги да у вас повысятся какие понизятся с этим бюджетом тут вот есть ответы на главные такая да статья хорошая про налоги про налоги тоже про все дела про все главные моменты бюджета что изменилось для обычного брата же человека почитайте кому интересно но вот такой вот бюджет что изменилось ну главное для меня это конечно оплата труда выплаты мы с ними не связаны так что всех поздравляю кому что-то перепало да кто на что претендует у кто прошел там различные до проверки нуждаемости все хорошо если вы на это претендуете добра вам позитива хорошего настроения главное потратить эти деньги с умом лучше на близких на какие-то эмоции да потому что жизнь одна нужно жить а не проживать держу в курсе